Два слова скажем о военно-политической обстановке, которая происходит в нашей стране и вокруг нее. И надо, наверное, пояснить, потому что очень много разговоров, вплоть до паники, что Германия прекращает финансирование военных программ для Украины. Сейчас, кстати, развернулась огромная дискредитационная программа со стороны Рашистской Федерации для дискредитации нашей страны в глазах европейской общественности. Везде, любая диверсия, любая провокация, везде говорят, что там участвовали граждане Украины. Причем, я не исключаю такой вариант, что могли участвовать, но они могут быть просто гражданами Рашистской Федерации. Или любой другой страны, но этнически они могут быть украинцами, но давно не являются нашими гражданами. Или, допустим, были завербованы Рашистской спецслужбой для участия в этой операции, чтобы именно подчеркнуть, что гражданин Украины делал то-то, то-то и то-то. Ну, вы знаете, что по Северному потоку, и, кстати, там Рашистская Федерация пытается предъявить претензии немецкой прокуратуре, чтобы та заявила о причастности Украины и так далее. Но специалисты говорят, что вся эта... Неизвестно еще, кто там в прокуратуре расследовал, как расследовал. А, слава богу, они пока... Россия очень настаивает, хотят увидеть материалы следствия, кто как и расследовал. Тот, кому предъявлены обвинения, этнический украинец, до сих пор, и несмотря на то, что на него выписан орден, не арестован. Так что, я так понимаю, там начинаются внутренние разборки в немецкой прокуратуре. Почему? Потому что вся эта история с подрывом Северного потока с помощью прогулочной яхты и какой-то там нескольких аквалангистов, дайверов, она просто шита белыми нитками. Почему? Потому что глубина залегания труб в месте подрыва 80 метров. Там можно спускаться либо в специальном глубоководном скафандре, а это, вы сами понимаете, огромное оборудование. Там только компрессор огромнейших размеров, наверное, как та яхта размера. Соответственно, для этого используются специальные суда, которые полностью берут на себя это оборудование. Плюс одевание скафандра, сколько погружения они должны были сделать. Балтика это море, в котором не бывает штиля. И маленькая яхточка ее будет кидать в дрейфи со стороны в сторону, удержаться на месте для того, без специального стабилизационного оборудования, которое держит судно на одном месте, вот допустим тот же трубоукладчик или специальные судно исследовательские, которые погружают водолазов. То яхта это ну никак не могла привязаться. Если же там использовались, как некоторые говорят, супердайверы, которые могут погружаться до 90 метров, то погружение занимает, только погружение занимает час. Потому что на глубине 40 метров надо делать как минимум 30-минутную остановку, менять баллоны, там другое должно быть дальше содержание воздуха, и любой неосторожный шаг вызывает киссонную болезнь, вплоть до летального исхода. Мгновенное закипание азота в крови и человек умирает. Прямо просто на месте. А теперь дайверы, которые так опускаются, час опускается, час поднимается, сколько он там 10-15 минут может поработать на дне, сколько взрывчатки должны были опустить для того, чтобы подорвать этот северный поток. То есть это из области фантастики. Если только как этот Дульф Лунгран в фильме «Универсальные солдаты», если только таких не использовали, киберов, киберсолдат, то тогда осуществить на такой прогулочной яхте такую сложнейшую операцию просто невозможно. Так вот, к чему я эту историю рассказал? Потому что связывают якобы ухудшение отношений между Германией и Украиной именно с подрывом северного потока. И сразу же пошла мантра, что в результате этой диверсии, которую якобы провела Украина, Германия лишилась дешевого российского газа. И вынуждена сегодня покупать дорогой американский газ или газ других производителей. Но цена вскочила, скакнула на рынках тогда. Но сейчас цена выровнялась, даже упала очень сильно, потому что предложение опережает спрос на сегодняшний день на европейском рынке. Так вот, Министерство иностранных дел Украины дало разъяснение, что информация о якобы прекращении немецкой помощи Украине это манипуляция со стороны вот этих средств массовой информации, вбрасывающих ее в информпространство. Бюджет Германии будет утвержден в ноябре, пишет МИД Украины. И только тогда будет известен уровень поддержки Украины на следующий год. Правительство Федеративной Республики Германии запланировало в проекте бюджета сумму помощи, аналогичную той, которая была запланирована в прошлом году. Насколько там 4,7 миллиарда евро. То есть никто ничего пока не менял, никто ничего не отменял. А сейчас я вам зачитаю несколько цитат ведущих политиков Германии, которые раскритиковали вот эту постановку, точнее позицию средств массовой информации, которые говорят, что Германия все закрыла все программы, прекратила финансирование и на этом дружба с Украиной практически закончилась. Так вот, светофорные немецкие политики раскритиковали планы Берлина ограничить военную помощь Украине. А Deutsche Welle собрала несколько цитат. Ну, например, такая цитата. «Светофорная коалиция занимается политикой в стиле Дональда Трампа». Светофорная коалиция, наверное, так называют в Бундестаге большинство. «Прекращает дальнейшую помощь Украине в результате внутриполитических дрязг. Разница лишь в том, что для Германии поддержка Украины означает финансирование собственной безопасности», — написал в своем твиттере эксперт по внешней политике оппозиционной партии ХДС Норберт Реткен. Далее. Беспрецедентным лицемерием в отношении Украины назвал решение правящей коалиции эксперт ХДС по вопросам бюджета. «По его словам, канцлер Шольц постоянно обещает поддерживать Украину в военном плане столько, сколько потребуется, но в то же время пытается стать канцлером мира». Ну и так вот дальше там много цитат, до чего еще опубликовала. «В любом случае политикум Германии настроен на поддержку Украины. И финансирование, я так понимаю, должно остаться на том же уровне. Если, как сейчас любит делать Европа, то есть назло, если еще не увеличит». Вот специально, чтобы Путин больше так не поступал и понимал, что чем больше он будет пытаться дискредитировать Украину, тем больше будет нам оказывать помощи и поддержки. Так что до ноября спокойно дышим, а в ноябре посмотрим, какие цифры будут в проекте бюджета Германии и какие цифры будут внесены в зал для голосования в Бундестаге по принятию бюджета на следующий 25-й год. И тогда все вопросы отпадут автоматически. Сейчас пока рубиться в кровь в отношении этого информационного вброса я не вижу смысла. Тем более, есть такие разъяснения от таких серьезных инстанций. Далее, Лукашенко. Лукашенко сделал очередное политическое заявление, довольно громкое. Специально его вынес в отдельный вопрос. Тут интервью он дал к телеканалу «Россия-1». Но здесь мне видятся две тенденции. Первая тенденция. С одной стороны, он показывает Путину всеми фибрами души, что он отрабатывает те деньги, которые дали ему лично, и то, что выделялось для Республики Белоруссии. Он, кстати, всегда умудрялся обвести Путина и выпросить у него очередной кредит или очередной грант, потому что многое Белоруссии и Россия давала, ну, будем так говорить, за просто так, за лояльность и отношения. Так вот, Лукашенко всем своим интервью показал, что он лоялен, аж просто да нельзя, хоть до раны прикладай. С другой стороны, Лукашенко протроллил Путина, причем капитально унизил его тем, что показал в этом интервью всем россиянам, в первую очередь, ну, у них всегда это для внутреннего потребления 95%, для внешнего там, ну, 5% максимум. Так вот, он показал всем россиянам, что Путин трус, и да, и Путин игнорирует Конституцию Российской Федерации, и Путин не способен сегодня защитить Россию. Я имею в виду его высказывания в отношении ядерной дубины Российской Федерации. Ну, и третье, он показал Путину, что он его боится, и, видимо, не без оснований. Он сказал, что вдруг Лукашенко, это уже не первое его заявление, где он говорит, что он может в любой момент, он не вечный, и в любой момент он может перестать быть президентом Белоруссии, и что белорусы должны быть к этому готовы. Тут он, в принципе, я думаю, что именно этим он показывал тем, что он чувствует и видит, и знает, что для него существуют реальные угрозы со стороны ФСБ России, или службы внешней разведки, или главного разведуправления. В России киллеров там хоть отбавляю, у них каждая спецслужба, на этом разница только в том, что одни травят полонием, другие новичком, третий могут просто пристрелить. Вот примерно так. Сейчас ГРУ у них там в лидерах по количеству терактов с применением новичка. Так что с полонием, видно, не складывается, потому что он очень дорогой, его добыча стоит немалой копейки. Так вот, и еще одна тенденция, которую показал Лукашенко в своем. Мы же понимаем, что это интервью, это заказ Кремля. Не от себя ради и не для красного словца Лукашенко вдруг вылез на «Россия-1» и начал рассказывать, тут не самопровозглашенный, и рассказывать нам о ситуации внутриполитической, внешнеполитической, вообще в Белоруссии, в России, в Украине и в мире. Так вот, еще одна тенденция, самая важная, которая идет по всем лейтмотивам, по всему его интервью, это то, что Путин просто умоляет, на коленях стоит, он хочет перемирия, ему нужны переговоры. Видимо, наша разведка, генерал Буданав говорил, все обосновано в том плане, что у России ресурс для проведения таких активных наступательных на операции заканчивается. Дальше они боятся, что мы можем перейти к контрнаступательным действиям. Поэтому Путину все, что угодно, лишь бы только было прекращение огня, остановка боевых действий, неважно на какой период, нужна передышка для того, чтобы можно было объявить мобилизацию и начать формирование новой, или формирование, ну не новой, не так сказано, формирование той армии, или доукомплектование той армии, которая сегодня потрепана в боях, очень сильно потрепана в боях. Потому что, смотрите, даже он разменивает Курск на Донецк, он не может позволить себе упустить шанс попытаться захватить Донецкую область. Он понимает, что если он снимет бригаду-дивизию с Донецкого направления, то все, дальше наступление начнет буксовать и может захлебнуться. Вот такое вот интервью. Ну, в принципе, тут я вам сделал такой абрис, я не хочу его цитировать и там приводить конкретные фразы и цитаты. Единственное, что еще манипуляцию хотел бы подчеркнуть со стороны Лукашенко, но он же не первый раз заявляет, что у нас 120 тысяч войска стоит на границе Белоруссии. Ну, я вам напомню, что там почти тысяча километров. Там довольно очень большая граница у нас в Белоруссии. И 120 тысяч на таком расстоянии, если они там еще есть, в чем я сильно сомневаюсь, то это и небольшое количество войск. Но, с другой стороны, он говорит, что я отправил третью часть вооруженных сил на усиление границы. А в реалиях получается, что наша разведка говорит, что никто не отправил. Ну, давайте считать. 60 тысяч Министерства обороны в Белоруссии, из них 45 военнослужащих. То есть, третью часть, 15 тысяч должны были прибыть на грани. 15 тысяч армейский корпус полноценный или полторы дивизии. Дивизии и две бригады, как минимум. Где они? Мы пока их не наблюдаем. Но Путину, он в этом интервью, Путину рапортует четко, что я все отправил. На самом деле, скорее всего, если эти войска и вышли из пунктов постоянной дислокации, они находятся на полигонах и готовят технику, свою боевую, технику из боевого состава для передачи рашистской армии. Это, кстати, вот еще один пазл в то, что Путин будет объявлять мобилизацию, скрытую или открытую, трудно сказать. Почему? Потому что уже не только генералы, но и окружение Путина настаивает на том, что армия может просто схлопнуться, без объявления очередной волны мобилизации. Они хотят сделать две волны. По нашим разведданным, 11 сентября, может быть, где-то в этом первой половине сентября, может быть объявлена волна мобилизации в 500 тысяч человек. В феврале еще 200 тысяч. И они таким образом хотят укомплектовать вооруженные силы Российской Федерации до цифры полтора миллиона. То есть, как написано в указе это военнослужащих, до полутора миллиона военнослужащих, как написано в указе Путина относительно численности армии. Ну, опять же, это, к слову, надо того, что Лукашенко, видите, сделал все, чтобы, ну, о каком участии в войне Беларуси может идти речь на сегодняшний день. Склады с боеприпасами вывезены Российской Федерацией в прошлом году. Склады с техникой. Россия прошерстила все, что можно было прошерстить и забрала. Беларусы отремонтировали, восстановили и передали. Сейчас они забирают технику и вооружение из боевого состава, из боевых частей. То чем воевать? Луками и стрелами? Копьями и мечами? Я думаю, что нет. Ну, и вряд ли беларусы, на мой взгляд, сегодня готовы поучаствовать в этой кровавой бойне. Поэтому это фактически Лукашенко в своем, ну, будем говорить, амплуа самопровозглашенной отрапортовал четко и красиво, громко, отчетливо, с красивой артикуляцией. Все рассказал, показал. На первом канале это все показали. И россияне думают, что сейчас там армада войска двинется из Белоруссии в Украину или примкнет к россиянам, вот, и они начнут сразу же побеждать на всех фронтах. Ну, надейтесь. Надежда вещь хорошая, а факты говорят об обратном. Похоже, что Лукашенко в очередной раз как это, провел под усы по манежу Путина с вот этой вот, со своими политическими заявлениями. Он, кстати, даже в этом интервью и к нам немножко лояльность проявил. Он сказал, что, оказывается, Украина уже денацифицирована и нациков в Украине уже нет. А куда же они делись? А кто же сегодня тогда воюет? Тогда получается, что воюет Российская Федерация не с нацистами в Украине, если их нету, а с народом Украины. Народ Украины защищается от, скорее всего, от российских нациков тогда получается. Или от российских оккупантов. Недаром мы сформулировали идеологию Российской Федерации и почему я так ее называю, потому что это официальный термин в нашей стране русский фашизм. Мы это на законодательном уровне закрепили, что Россия сегодня построила у себя в государстве полностью фашистскую структуру, фашистское государство, поэтому так называем. Ну, а сокращенно русский фашизм мы называем сокращенно расшизм. Вот такая вот арифметика. Кстати, даже по поводу угрозы ядерной оружии тут тоже интересный момент есть в том плане, что почему Лукашенко троллит Путина, что тот боится применить Конституцию России, прячет войну, прячет под контртеррористической операцией. Лукашенко там говорит, почему Путин не угрожает ядерное оружие, хотя обязан, обязан, не должен, а обязан, большая разница. И смотрите, как сразу же Министерство иностранных дел Российской Федерации, вот это Захарова, их там глашатая МИДа России, сразу же гасит, гасит тему о ядерном вооружении. Почему? Потому что на сегодняшний день Путин попал в такой капкан, если он только достанет ядерную дубину и попытается ее применить, то Запад введет такие санкции, которые вынудят Россию передать ядерное вооружение под контроль. Это, кстати, на мой взгляд, один из последних пунктов американского плана по ослаблению Российской Федерации взятие под иностранный контроль ядерного финала Российской Федерации. Почему? Потому что без изъятия ядерного оружия у России любая развязка этой войны все равно приведет к воссозданию Российской империи и опять к эскалации со стороны России, эскалации ситуации как минимум на европейском континенте. А может быть и на других. Россия сейчас активно проявляется в Африке. Поэтому Путин боится назвать войну войной, чтобы его не поставили к стенке, не сказали вот же в Конституции написано РФ и всеми способами доступными. Почему? Не машем ядерной дубиной. Он очень боится. Поэтому он называет войну контртеррористической операцией и очень боится. Их гасят все темы. Даже медведеву рот заткнули, чтобы никто нигде не упоминал ядерное вооружение. Кстати, разговоры о грязной бомбе тоже сошли быстро, очень быстро вспыхнули и сразу же сошли на нет. Видимо, это был проверочный шар в плане того, как отреагирует Запад. Запад никак не отреагировал на махание вот этой ядерной дубиной. И на сегодняшний день эта тема канула в небытие. И Испания, из Испании пришли тоже хорошие новости вслед за Германией и Канадой, в том плане, что глава Министерства обороны Испании заявила о том, что техника и вооружение, которое передала Испания Украине, является ее собственностью и может быть применены Украиной по нашему усмотрению. То есть Испания тоже, как и Канада и Германия, официально подтвердила, что никакого отношения к применению нами техники, полученной от этих стран, не имеют. Они передали эту технику, да, она вошла в состав вооруженных сил Украины, да, она является штатным вооружением наших войск, да, на сегодняшний момент, на законодательном уровне она является штатным вооружением наших войск. У нас освободительная война от рашистских захватчиков, да, мы можем применять ее так, как нам будет удобно, согласно наших планов, планирования и организации ведения боевых действий. Слово осталось за Соединенными Штатами, пока что США упорно не хотят снимать ограничения с применения авиации, американской авиации в составе вооруженных сил Украины, которая находится, опять же, штатным вооружением, мы их приняли на вооружение самолеты типа F-16, вот, они не дают нам разрешения для применения их на территории, по территории Российской Федерации. То же самое касается и дальнобойных ракет. Соответственно, как главный законодатель, Соединенные Штаты не дают такой возможности таким странам, как Великобритания или Франция, дать разрешение на применение их ракет типа Штормшедов и Скалп, по территории Российской Федерации. Но, с другой стороны, США сегодня практически в своих отговорках по поводу применения ракет Атакамс по территории той же Курской области или по территории Европейской части России на глубину 300 километров, они нам дают отмашку, они просто отмашку дают, они разворачивают нас и говорят, ребята, вон стоит Крымский мост полный вперед, у вас есть Атакамс? Да, применяйте их по Крымскому мосту. Так что, я думаю, что в ближайшее время, наверное, Крымский мост получит, начнет получать свои первые порции ракетных ударов. Далее, Путин поехал в Азербайджан с официальным визитом, там есть две части рассматриваются, официальная и неофициальная. Официальная Путин хочет перетянуть Азербайджан на свою сторону, он там предлагает членство в БРИКС Азербайджану, и я напомню, что Азербайджан является довольно мощной военной державой на сегодняшний день. Да, не удивляйтесь. Азербайджан не сидел сложа руки, а президент Азербайджана работал над усилением своей армии, что и дало свои позитивные результаты в 44-дневной войне, и сегодня дает позитивные результаты в плане решения, имея за спиной такую армию, можно легко вести любые политические переговоры, и, соответственно, решать вопросы внешней политики в пользу национальных интересов. Так вот, Азербайджан не только закупал вооружение, но и наладил выпуск некоторых образцов советского вооружения, и что самое главное, Азербайджан сегодня выпускает полностью всю линейку боеприпасов, начиная от пистолетного патрона, заканчивая реактивными снарядами, для советских систем вооружения. Поэтому Путина интересует и этот вопрос, втянув, допустим, Азербайджан в БРИКС, он может сказать, что да, теперь помогайте нам. Они нам хотят договариваться о стратегических и союзнических обязательствах между Россией и Азербайджаном. Я не думаю, что Азербайджан готов пойти сегодня на такие уступки. Им вполне достаточно Турции и таких же союзнических и стратегических или партнерских обязательств Азербайджана с Турцией. Но тем не менее, Россия пытается. Плюс, Азербайджан сегодня активный поставщик нефти и газа в Европу. И Россия будет, конечно же, рассматривать вопрос обхода санкций через Азербайджан. То есть, поставляя российский газ в Азербайджан, меняя документы, его можно поставлять на европейский рынок как азербайджанский или, допустим, как турецкий. Но здесь и пока речь идет о Азербайджане. Это, что касается официальной части визита Путина. Ну, плюс, мы не забываем, что Путин хочет показать, что он договороспособный, рукопожимаемый, что его принимают даже за границей, что он может выехать за пределы Российской Федерации, несмотря на то, что на него выписан ордер. Но еще есть, как бы, неофициальная часть, говорят, что там, в Азербайджане, Путин будет встречаться с врачами из Израиля. Особенно в последнее время у него ухудшилось здоровье из-за нервных переживаний, связанных с нашей операцией в Курской области. Говорят, что таким разъяренным и нервным Путина еще уже давно не видели. Поэтому, видимо, понадобилась в том числе медицинская консультация. Ну, я, конечно, понимаю, клятва Гиппократа, врач не может отказать в помощи больному, с одной стороны, с другой стороны, глядя на то, как ведет себя Путин в отношении войны в секторе газа, то я очень удивлен, что израильские, если это правда, если источник надежный, то очень удивлен, что израильские специалисты согласились консультировать Путина в плане его здоровья. Ну, и пару слов из-за поребрика, пару новостей, что творится на болотах. Так вот, лесные пожары бушуют в Российской Федерации, причем площадь пожаров на сегодняшний день уже составляет почти 3000 гектаров. Леса, охваченные огнем, огонь подбирается к населенным пунктам, это официальная статистика Российской Федерации. Пожары подходят к селам, некоторые из них уже заволокло дымом, то есть дышать невозможно. Идет эвакуация школьников из лагерей отдыха, в Туве введен режим чрезвычайной ситуации, в Туве, правильно. Причем второй раз за месяц уже объявлен режим, даже третий за лето и второй раз за месяц объявлен режим чрезвычайной ситуации в Туве. Пожары проходят также в Якутии, дымах охвачены 33 населенных пункта, площадь пожаров в республике Якутии составляет более 300 тысяч гектаров. Если в Туве 3000, то здесь 300 тысяч в 100 раз больше. По заявлению министра природных ресурсов и экологии около 85% всех пожаров, которые произошли в стране в этом году, пришлись на Сибирь. Больше всего страдает от огня Якутия, Хабаровский край, Забайкалье, Мурская область. Кстати, Сахалин там трясет землетрясение Камчатку трясет 7 баллов землетрясения. МЧС России не справляется с таким объемом катастроф, а армия, которая всегда выручала, находится где? Конечно же в Украине. Завоевывать чужие земли, когда свои выгорают в ноль. Так что ситуация с пожарами ухудшается с каждым днем. Бороться с огнем просто некому. Пожарные все ушли на фронт. Или сторожат стратегические нефтеперегонные заводы, потому что боятся, что прилетит дрон, и они в готовности тушить там пожар. А страна выгорает. Ну и такое курьезное происшествие случилось в московском метро. Это самый центр Москвы, станция метро Арбатская. Это практически середина Москвы. Так вот, у кого-то видно нервы не выдержали. И когда вот в связи с особенно разговорами о грязной бомбе, вы все знаете, что в метро есть герметичные двери, которые на случай ядерной войны. Они герметизируют станцию, туда заходят люди для укрытия, и потом закрываются вот эти специальные двери, они есть на входе и выходе каждой станции, и станция становится герметично закрытой. Там начинают работать фильтровентиляционные установки на воду, на воздух, для того, чтобы там можно было генераторы запускаться, и там можно проводить какое-то время, есть там продовольствие, медикаменты, места для размещения, и соответственно переждать допустим тот же радиацию, пока основное облако там не уйдет, и не останется небольшой радиоактивный фон, или там другие виды. Но это все делалось на атомную войну, на ядерную войну, точнее, на оружие массового поражения, и так далее, и тому подобное. Так вот, на станции Арбатской, видно, у кого-то сдали нервы, и кто-то рванул ручку, эти двери закрываются либо автоматически по команде с центрального пункта закрываются на всех станциях, или там выборочно, либо можно подойти и дернуть ручку в определенном месте, и они закроются. Вот такое закрытие дверей на станции Арбат был остановлен вход, закрыт этот вход, пока эти двери не привели в исходное состояние. Причем, они не закрылись до конца, там их как-то перекосило, что-то туда попало, кто-то пытался перепрыгивать через эту полузакрытую дверь, ну, ситуация, нервы сдают, скажем так. Вот, и вишенкой на торте сегодняшнего обзора будет «Бей своих, чтоб чужие боялись». Реальное событие, произошедшее на одном из участков в Курской операционной зоне, солдаты 488-го мотострелкового полка Рашистской Федерации, преимущественно которые являются срочниками, их кинули останавливать продвижение вооруженных сил Украины. Но понятно, что срочники после первого боевого столкновения, серьезного боевого столкновения с нашими войсками, они побежали. Они оставили позиции и начали убегать. И что вы думаете, за их спиной оказался отряд Ахмат. Этот отряд Ахмат открыл огонь по этим срочникам. И они поняли, что если они не вернутся на позиции, их расстреляют. Расстреляют свои же. Те же самые Ахматовцы, они из состава вооруженных сил Рашистской Федерации, это же добровольческий батальон. Что сделали срочники? Правильно вы угадали. Они хотели расстрелять, мы забрали в плен. Сейчас им оказывается медицинская помощь кому необходима. Их перевозят в места содержания, у них питание, горячая пища, и условия содержания абсолютно соответствуют Женецкой Конвенции. Никаких пыток, никаких опросов, есть фиксация документальная, фото-видео фиксация, их присутствие, интервью и допрос о тех действиях, которые они совершали на поле боя. Это стандартная процедура Женевской Конвенции. Так что вот такая вот ситуация. Сдавайтесь в плен, берегите свою жизнь, мы вас потом обменяем либо на наших пленных, либо вы вернетесь в качестве обмена, вы вернетесь домой в своей семье, но вы будете живы и здоровы. Иначе вас если не в бою ранят или убьют, то вас расстреляют заградотряды, которые стоят с вами. Кстати, там где-то Госдума потерялась немножко, но я думаю они быстро наверстают. Они же хотели на законодательном уровне было предложение узаконить заградотряды в расистской армии. Как это делал Сталин в декабре 41-го года. Редактор субтитров